Проверяя качество рыбы, специалисты Роспотребнадзора выявили, что во многих торговых точках не соблюдают условия хранения и сроки реализации рыбной продукции. И зачастую попросту выкидывают маркировочные ярлыки, без которых покупатель не может узнать о происхождении товара и его свежести. Мы решили убедиться, во всех ли магазинах Саранска после проверок появились сопроводительные документы и маркировочные ярлыки на рыбу. И предоставляют ли их по требованию покупателей. На рыбную продукцию у вас есть какие-то документы? Конечно. А можете нам показать? Но вернулась продавец без документов, объяснив, что они в сейфе, ключ у руководителя, а сам он приедет не раньше, чем через час. Я сама посмотрела, я не нашла, как это занимает. По требованию покупателей продавец обязан предъявить все сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции. А если у продавца нет таких документов, это серьезное нарушение санитарных норм, из-за которого могут заставить утилизировать весь товар. В ходе контроля надзорных мероприятий специалистами была снята с реализации забракована пищевая продукция в количестве 40 партий, 88 килограммов. Основными причинами забраковки послужило это нарушение условий хранения или температурных режимов хранения, сроков годности, также отсутствие сопроводительных документов. Еще одна торговая точка и те же самые нарушения. Откуда эта рыба, когда была выловлена и сколько уже хранится в морозильнике, остается загадкой. У вас есть документы на рыбную продукцию? На полежаве 18 у руководителя. Понятно. А если у вас какой-то покупатель спросит? Она приедет и привезет. Ну вот сейчас она может приехать? Конечно. Если она в городе, так она в отпуске у вас до 15. Но тут продавец вспомнила, что у них есть хорошие книжки и вернулась с декларациями о том, что вся продукция соответствует стандартам качества. А вот элементарной маркировки с указанием срока годности, на что в первую очередь обращают внимание покупатели, нигде нет. Обходительная женщина тщетно искала маркировочные ярлыки и на пакетах с рыбными котлетами, и между ними. А в замороженной рыбе их и искать-то было бессмысленно. Но в итоге заверила нас, что обязательно найдет и наклеит. Они должны быть, они у них были. Они, может быть, потому что, если вот на скуче, допустим, они клеят, может быть, а упал. Сейчас мы найдем, и сейчас это их праздник. Наверное, этим магазинам очень повезло с покупателями, которые берут товар, не задавая лишних вопросов. Документы я не спрашиваю, но спрашивают там, когда срок годности, там что-нибудь обязательно, конечно. А если обманут вас, например, продавцы? Ну, придется куда-то обращаться, наверное. Вроде пока не было таких случаев. Документы не покажут. А так вот приходим, например, продавцы говорят, рыба не свежая. То есть доверяете продавцу на слово? Да, потому что продавцы все знакомые, все свои. Тот продавец, у которого я беру, я ему целиком полностью доверяю, еще ни разу не ошибался. А больше я ни у кого не беру. Многие жители Саранска уже поняли, что в большинстве торговых точек города спрашивать документы на товар бесполезно. Гораздо проще покупать продукты, в том числе рыбу, в проверенных местах. Людмила Чекал, Николай Лушкин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова